С самого рождения Захар тяжело дышит. У него в горле постоянно разрастаются папилломы, которые закрывают просвет дыхательных путей. В три месяца началась тяжелейшая дышка. Ребенка госпитализировали в реанимацию и сделали первую операцию. Информации было очень мало. Прогноз доктор никакой не давал. Все, что посоветовал, это при первых же приступах удушья сразу вести его на операционный стол. Каждый месяц мы оперировались до года в нашей республиканской детской больнице. Улучшения не предвиделось, и мальчика начали лечить московские врачи. К 11 годам Захар перенес уже более 40 операций, и каждая под наркозом. Сейчас он живет с трахиостомой. Это специальная трубка в горле, с помощью которой он может дышать. А значит, жить, расти, учиться. Многие помогают ему в этом. Родители, педагоги 59-й школы, где он учится дистанционно. Взялся помочь и доктор Центра голоса в Сеуле. Уникальное лазерное оборудование и авторский метод корейского профессора привело к ремиссии всех пациентов из России, которые к нему обращались, дети и взрослые. Осмотрев моего ребенка, он отметил тяжелейшее состояние и сказал, что нам потребуется ни одна поездка в его центр, но спрогнозировал наступление ремиссии в течение года. Он за нас взялся, не отказал, и мы очень счастливы, что мы теперь можем надеяться на выздоровление. Мы планируем продолжить лечение Захара, чтобы вылечить папилломатоз и восстановить голос. Исходя из нашего опыта, потребуется еще несколько этапов с интервалом в 3-4 месяца. Стоимость лечения 3 209 468 рублей. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта Росфонда соберут 552 968 рублей. Банк «Международный финансовый клуб» внесет 280 тысяч. Более 2 миллионов намерены собрать благодаря телезрителям Первого канала. ГТРК «Чуваша» просит жителей республики собрать на лечение Захара 50 тысяч рублей. Нужно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного послания 75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами. Все они на сайте Росфонда. 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 Продолжение следует...